Наступило новое десятилетие. Мир находится на пороге грандиозных перемен, в динамиках неустанно звучит Депешмот, а мировой кинематограф с нетерпением ждёт премьеры фантастического блокбастера «Вспомнить всё». Научный мир, в свою очередь, с волнением ждёт запуска телескопа имени Эдвина Хаббла, который откладывали множество раз по разным причинам. На него возлагают большие надежды, именно он, среди прочего, должен дать чёткий ответ на вопрос, есть ли где-то там, в глубоком космосе, другие планеты. В апреле 1990 года телескоп наконец-то отправился выполнять свою миссию. И немного забегая наперёд, спустя 30 с лишним лет можно уверенно заявить, что наши надежды Хаббл в целом полностью оправдал. На протяжении тысячелетий наши предки смотрели на ночное небо, удивляясь тем сияющим, казалось бы, бесчисленным точкам света. Хотя многие догадывались, что эти мерцающие точки могут быть похожи на наше Солнце, за исключением того, что они расположены на огромном расстоянии. Никто тогда не знал, является ли наша Солнечная система чем-то особенным. Также никто не знал наверняка, существует ли у других звёзд во Вселенной планеты, и уж тем более никто и представить себе не мог, какой процент из этих звёзд может иметь миры и сколько их там, в космосе. А главным оставался вопрос, были ли эти планеты такими же, как наша родная Земля. Всего 30 с хвостиком лет назад человечество начало находить ответы. Мы стали открывать миры на орбитах других звёзд, обнаруживать целые планетные системы. Благодаря сочетанию нескольких различных методов уже удалось открыть более 5000 самых разных планет, расположенных за пределами нашей Солнечной системы. И эта цифра постоянно растёт. Как это часто бывает, открытия были невероятными и потрясающими. Они дали ответы на некоторые из наших самых глубоких вопросов о космосе. Но вместе с тем, эти самые ответы породили ещё более сложные вопросы. Чему же научили нас экзопланеты? Для начала нужно зафиксировать значение термина. С древнегреческого «экзо» переводится как «снаружи», «вне чего-то». Поначалу миры за пределами нашей системы называли «внесолнечные планеты», но это было слишком длинным словосочетанием, поэтому со временем оно трансформировалось в более компактное и ёмкое «экзопланета». Термин прижился спустя где-то 15 лет открытий. Самое важное, нужно понимать, что экзопланета – это любая планета, которая находится за пределами Солнечной системы. Будь то газовый гигант, горячий Юпитер или каменистый мир – кандидат в обитаемые. Ещё раз, любая планета за пределами Солнечной системы. Всё началось в далёком уже 1992 году, когда два разных метода практически одновременно стали обнаруживать планеты, расположенные за пределами нашей Солнечной системы. В первую очередь речь идёт, конечно же, о миллисекундном пульсаре PSR-1257-12, который находится в созвездии Девы и расположен на расстоянии 2300 световых лет от нашей Земли. Этот пульсар представляет собой нейтронную звезду около 10 километров в диаметре и массой полторы солнечных. Он чрезвычайно горячий, с температурой поверхности примерно 28800 кельвинов и совершает 9650 оборотов за одну минуту. Образовался этот пульсар от 1 до 3 миллиардов лет назад в результате столкновения двух белых карликов. Это, по сути, типичный представитель своего класса. Уникальным его делают именно экзопланеты, они очень редко встречаются у таких сильно намагниченных звёзд. Первыми в системе были открыты экзопланеты PSR-B-1257-12C и PSR-B-1257-12D. Кстати, в 2015 году Международный астрономический союз присвоил им собственные имена, и теперь их называют соответственно Полтергейст и Фабитор. Это в мифологии сын гипноза, который являлся во снах в обличии зверей. Так вот, Полтергейст представляет собой твёрдую планету, он более чем в четыре раза массивнее Земли, вращается вокруг звезды на расстоянии 0,36 астрономических единиц, почти как Меркурий, с орбитальным периодом приблизительно 66 дней и температурой минус 80 градусов по Цельсию. Фабитор, в свою очередь, это Суперземля с температурой около минус 104 градуса по Цельсию и радиусом полтора земных, исходя из её массы, которая составляет 3,9 масс Земли. Фабитор совершает оборот вокруг своей звезды примерно каждые 98 дней на расстоянии 0,46 астрономических единиц. Третий собрат был обнаружен двумя годами позднее, в 1994-м. Его назвали Драугр, это такая нежить из скандинавской мифологии. Драугр является самым внутренним объектом, вращающимся вокруг пульсара. Температура поверхности минус 7 градусов по Цельсию. Он примерно в два раза тяжелее Луны и указан как наименее массивная планета из всех известных во Вселенной. Как-нибудь в другой раз расскажу, как эти три планеты смогли образоваться и как так получилось, что они пережили свою массивную звезду. Обычно ведь такие миры испаряются из-за сильного тепла до 1 миллиона кельвинов и радиации, когда родительская звезда вспыхивает сверхновой. Но вернёмся к методу обнаружения. Напомню, шёл 1992 год и ни одной экзопланеты ещё не было найдено. И вот, измеряя периодические импульсы, исходящие от пульсара, учёные выяснили, что эти импульсы регулярно ускоряются, затем возвращаются к нормальной скорости, затем замедляются, а затем вновь возвращаются к нормальной скорости. И так снова и снова. Тот факт, что эти импульсы менялись с одинаковым периодом и амплитудой, указывал на то, что у этого пульсара присутствуют некие массивные спутники. Далее, после измерения синхронизации импульсов был заключён вывод о массах этих объектов. Они определённо были планетами. Точно таким же образом наблюдали периодическое красное и синее смещение света отдельных звёзд, что также указывало на присутствие массивных планет, которые дёргали свои родительские звёзды и заставляли их казаться раскачивающимися в пространстве. И хотя оба эти метода были косвенными, то есть они выявляли присутствие планеты, но не могли измерять её напрямую, в то же время они были надёжными. После этого открытия пошли одно за другим, и сегодня подтверждённые внесолнечные планеты уже исчисляются тысячами. В общей сложности у нас есть пять методов, которые успешно выявляют экзопланеты, а также различные свойства, которыми они обладают. Время прохождения В принципе, этот метод мы только что рассмотрели, но стоит отметить, что это работает только для звёзд, которые излучают регулярные периодические сигналы. Например, те же пульсары. Однако, чем более регулярны эти сигналы, тем легче можно обнаружить изменения во времени поступления этих импульсов. Если у пульсаров самих звёздных трупов есть планетарные компаньоны, вращающиеся вокруг них с меньшим периодом, чем то количество времени, в течение которого их наблюдают, время прохождения поможет их выявить. Радиальная скорость Также известная как метод звёздного колебания. Это то, что происходит, когда невидимая планета и её родительская звезда вращаются вокруг своего общего центра масс. Экзопланету можно обнаружить только в том случае, если планета достаточно массивна и находится достаточно близко к родительской звезде. С помощью этого метода обнаружили 51 Pegas b. Это та самая первая экзопланета, обнаруженная на орбите звезды главной последовательности 51 Pegas и ознаменовала собой прорыв в астрономических исследованиях. Это прототип класса планет, называемых горячими Юпитерами. Прямая визуализация Это, пожалуй, самый захватывающий метод. Вместе с этим он и невероятно сложный, поскольку это единственный метод, где можно напрямую собирать фотоны с самой экзопланеты. Можно наблюдать только те миры, которые достаточно большие и яркие, расположены достаточно далеко от своей родительской звезды, чтобы не потеряться в ярком свете, но и достаточно близко к Земле, чтобы их можно было увидеть в наш телескоп. Наиболее интересной экзопланетой, обнаруженной с помощью этого метода, является GJ 504b. Находится она всего в 57 световых годах от Земли. Её возраст примерно 100-200 миллионов лет. Она очень молодая, поэтому информация даёт астрономам возможность увидеть развитие экзопланеты своими глазами. Согласно инфракрасным камерам, она имеет глубокий оттенок розового цвета. На ней также меньше облаков, чем на большинстве наблюдаемых газовых гигантов. Если бы мы могли отправиться на эту гигантскую планету, мы бы увидели мир, всё ещё светящийся от жара своего формирования тускло-малиновым цветом. Транзитный метод Это самый успешный и самый популярный метод обнаружения экзопланет. Тем не менее, самая первая транзитная экзопланета была обнаружена только в 2004 году. Идея состоит в том, что можно измерить свет, исходящий от звёздной системы, с течением времени. И если одна из планет в звёздной системе проходит перед звездой относительно нашего луча зрения, то мы будем наблюдать небольшой провал в видимой яркости звезды. Если провал повторяется с той же величиной неоднократно, с одинаковым интервалом времени, то это будет указывать на присутствие экзопланеты. Метод работы неплохо, с одним лишь недостатком. Он эффективен преимущественно для больших планет, которые вращаются достаточно быстро, чтобы наблюдать несколько транзитов и только в том случае, когда выравнивание между звездой, планетой и нашей линией обзора практически идеально. Первая экзопланета, открытая с помощью этого метода, является экзопланета с вот таким названием, которая расположена примерно в 5000 световых лет от нас в созвездии Стрельца. Она тоже принадлежит к горячим Юпитерам. Микролинзирование. Эффективен, когда вы смотрите на далёкую звезду, и между вами проходит какой-то массивный объект. В отличие от транзитного метода, который работает только тогда, когда экзопланета находится очень близко к родительской звезде, микролинзирование основано на том факте, что присутствие массы искривляет само пространство, что влияет на свет всех фоновых объектов. Вместо того, чтобы блокировать часть света, масса действует как линза и на короткое время усиливает и искажает фоновый свет, вызывая осветление, которое показывает массу и угловое движение объекта. Когда происходит гравитационное микролинзирование, фоновый свет от звезды искажается и увеличивается, когда промежуточная масса перемещается поперёк или вблизи линии обзора звезды. Эффект промежуточной гравитации искривляет пространство между светом и нашими глазами, создавая особый сигнал, который показывает массу и скорость рассматриваемой планеты. Этот метод помогает найти не только экзопланеты, вращающиеся вокруг звёзд, но и миры, находящиеся в свободном плавании, то есть блуждающие или осиротевшие планеты. Пример на экране названия – самая далёкая экзопланета, обнаруженная космическим телескопом Кеплер. Её расстояние оценивается в 16960 световых лет от Земли. Она практически близнец нашего Юпитера. В общем, у каждого из этих методов есть свои преимущества и свои недостатки. Но все они выявляли и выявляют экзопланеты и способны на гораздо большее. А здесь всё становится очень интересно. Когда-то мы думали, что наша Солнечная система типична и что планеты делятся на две или три категории. Мы знали, что будут каменистые миры земной группы, подобные четырём внутренним планетам нашей Солнечной системы. Мы также знали, что будут газовые планеты-гиганты, такие как четыре внешние планеты нашей системы, с некоторым делением их на подкатегории, таких как Юпитер, и ледяных гигантов, таких как Уран, Нептун и по некоторым классификациям Сатурн. Но теперь, когда у нас есть более 5000 подтверждённых миров и ещё столько же планет-кандидатов, мы можем себе позволить классифицировать эти экзопланеты. Мы узнали, что большинство обнаруженных планет попадают в промежуточное состояние. Они массивнее Земли, но менее массивные, чем Нептун или Уран, с радиусом, который находится между двумя этими категориями. Такие экзопланеты, как правило, выделяются склонностью к большей массе, меньшему периоду обращения и случайной ориентации относительно нашего луча зрения. Большинство из этих миров, вероятно, являются мини-Нептунами, а не суперземлями. Но необходимы дополнительные исследования, прежде чем мы сможем твёрдо классифицировать их. Также мы узнали, что газовые экзопланеты вращаются очень близко к своим звёздам, ближе, чем Меркурий к Солнцу. Благодаря этому открытию мы знаем такой класс экзопланет, как горячие Юпитеры. На самом деле экзопланеты должны быть повсюду. Но астрономы больше склоняются к тем местам, где провели лучшие и самые продолжительные наблюдения. Например, возьмём телескоп Кеплера, который прослужил человечеству чуть более 9 лет. Так вот, миссия Кеплера на 3 года сосредоточилась на одном участке неба, который смотрит вниз по спиральному рукаву нашей галактики. Кеплер одновременно, непрерывно отображал около 150 тысяч звёзд в течение этого времени, и около половины известных экзопланет приходится на этот регион. Сейчас на экране вы видите хронологическую анимацию всех мультипланетных систем, обнаруженных легендарным космическим телескопом Кеплер. Есть также более мелкие скопления экзопланет, которые проходят транзитом, и они были обнаружены в ходе гораздо более коротких поисков, выполненных миссиями Ка-2 и ТЭС. Последняя из которых всё ещё продолжается. Наконец, имеется значительное количество экзопланет, расположенных по направлению к галактическому центру. Они появились относительно недавно и были обнаружены с помощью метода микролинзирования. Хотите верьте, хотите нет, но это один из самых сложных вопросов. Не потому, что существует огромная неопределённость в количестве звёзд с планетами, или даже в том, сколько планет в среднем находится в каждой звёздной системе. Да, в обоих случаях есть неопределённость, поскольку наш пробел в знаниях в отношении внешних частей планетных систем просто огромен. Нужно либо значительно улучшить технологию прямой визуализации, либо проводить гораздо более длительные и более точные наблюдения за большим количеством систем, чтобы провести эффективную перепись планет с использованием методов лучевой скорости или транзита. На самом деле можно с уверенностью сказать, что средняя звёздная система имеет от 4 до 20 экзопланет. Относительно небольшой разрыв. Но как же насчёт планет, которые не расположены в звёздных системах? Давайте вспомним, что существуют так называемые блуждающие планеты, планеты-изгои. Они представляют собой межзвёздные объекты планетарной массы, которые гравитационно не связаны ни с одной звездой, ну и отталкиваясь от названия, плывут сами по себе. По самым скромным оценкам, таких планет в нашей галактике могут быть тысячи, сотни тысяч. Сегодня у нас очень мало информации о том, сколько неудавшихся звёздных систем приходится на каждую успешно сформировавшуюся. Мы не знаем, как много коричневых карликов. Это и не звёзды, потому что массы не хватает, но и не экзопланеты, потому что массы, наоборот, слишком много. Мы не знаем, как много гигантских планет, ледяных гигантов, планет земного типа, как много богатых льдом сфероидальных тел. Оценки варьируются от звёзд примерно столько же, до в несколько десятков тысяч раз больше количества звёзд. Только передовые исследования микролинзирования помогут их выявить. Мы за 30 лет смогли наблюдать тысячи экзопланет, другие миры и звёздные системы. Можем ли мы сегодня сказать, что наша родная Солнечная система является типичной, или же она в некотором роде уникальная? Наша Солнечная система, вероятно, типична с точки зрения количества планет, которые у нас есть. Но огромная часть экзопланетного спектра изучена ещё очень плохо, как и статистика населения внешних планет в большинстве планетарных систем. Однако мы, вероятно, уникальны в том смысле, что у нас есть серия каменистых планет земной группы во внутренней части системы, сопровождаемая более массивными, богатыми газом планетами во внешней её части. Другие звёздные системы, которые удалось наблюдать, показали нам, что планеты-гиганты во внутренних частях планетной системы не редкость, а существуют в значительном изобилии. Мы также наблюдаем, что такой тип экзопланет, как суперземли, необычайно распространены в других звёздных системах, но при этом совсем не представлены в нашей собственной. Наконец, есть ещё два по-настоящему замечательных аспекта, в которых мы своего рода уникальны. Наше Солнце ярче и массивнее, чем 95% звёзд в галактике, и около половины всех звёзд являются членами многозвёздных систем. Жизнь, как таковую, я не беру во внимание. Это, само собой, напрашивающийся факт, да и кто знает, сколько обитаемых из тех экзопланет, которые мы подтвердили, не подтвердили, обнаружили и не обнаружили. Некоторые из миров, как мы полагаем, каменистые и, вероятно, обладают тонкой атмосферой, как и Земля. Астрономы считают, что некоторые из них, вероятно, находятся на надлежащем расстоянии от своей родительской звезды, так что если они богаты водой, то на их поверхности могут быть жидкие океаны. Им можно предположить, что некоторые из этих миров могли иметь условия, которые когда-то давно были на Земле, либо даже в настоящее время сейчас могут иметь условия, подобные тем, которые были в эпоху ранней Земли, например, 4 миллиарда лет назад. Но большинство обнаруженных нами планет не каменистые, а, скорее всего, имеют толстые газовые оболочки. А тени, многочисленные с твёрдой поверхностью, скорее всего, будут похожи на наш Меркурий. Большинство каменистых планет было найдено вокруг звёзд М-класса. Это красные карлики и довольно холодные звёзды. Из-за коротких периодов обращения, которые имеют эти планеты, они наверняка будут привязаны к своим родительским звёздам, и, возможно, эти же звёзды полностью лишили их атмосферы. Более того, ни у одной из этих малых планет атмосферы не измерялись ни с помощью прямой визуализации, ни с помощью транзитной спектроскопии. Чтобы определить, есть ли биосигнатуры, или, по крайней мере, биоподсказки в этих мирах, нам нужно сначала преодолеть ограничения в собственных знаниях. По мере того, как телескопы Джеймс Уэбб и Евклид, которые уже работают, а также Плато, гигантский Магелланов телескоп, чрезвычайно большой телескоп и космический телескоп Нэнси Роман, которые ещё строятся, будут запущены в эксплуатацию, наши возможности улучшатся по всем направлениям. Тогда мы сможем измерять атмосферы экзопланет, получать их прямые изображения ближе к своим родительским звёздам, сигналы микролинзирования от меньших планет и с меньшей величиной, ещё большее количество статистических данных, меньшие сигналы радиальной скорости, в общем, всё это выйдет на совершенно новый уровень. Мы также сможем узнать, насколько низкое содержание тяжёлых элементов может быть у звёздной системы, чтобы при этом иметь каменистые миры, а также какие миры являются суперземлями по сравнению с мини-Нептунами. Самое замечательное то, что благодаря сочетанию атмосферных сигналов, которые обнаруживаются с помощью транзитной спектроскопии и прямых изображений, мы будем чувствительны к изучению того, что находится в атмосферах планет размером Землю вокруг других звёзд. Есть ли у них атмосфера? Есть ли в какой-либо из этих атмосфер такие молекулы, как кислород, азот, водяной пар, углекислый газ и метан? Существуют ли химические сигнатуры, которые мы связываем с разумными существами, такие как хлорфторуглероды или промышленные загрязнители? Конечно, глупо ожидать, что сигнатуры, которые мы надеемся найти, будут в изобилии во Вселенной. Но мы обязаны ради самих себя смотреть в полную меру своих возможностей. Ну и напоследок... Да ничего нового я тут не скажу. И тот из вас, кто интересуется космосом, увлекается им и без того знает ответ на этот вопрос. Планетарные исследования способствуют нашему пониманию формирования планет, эволюции и процессов, которые их формируют. Эти знания могут привести к прогрессу в астрономии, геологии и астробиологии. Конечно, изучение внесолнечных миров, как и космоса в целом, помогает нам лучше узнать нашу родную Землю. Глядя на молодые экзомиры, мы можем лучше понимать, какой была наша планета, что её ждёт в будущем. Изучая другие миры, мы можем узнать больше о том, как защитить и поддерживать жизнь на Земле. Зачем ещё? Да элементарно, любопытство ради. А это один из двигателей прогресса. Каждый мир имеет свои особенности, характеристики. На Земле вы не найдёте двух неотличимых друг от друга людей, а во Вселенной вам не попадётся двух абсолютно одинаковых экзопланет. Всё от состава грунта и до атмосферных явлений, и даже ночного блеска звёзд, будет неповторимым. В конце концов, экспедиции на другие миры тоже никто не отменял. Да и мечта колонизации других звёзд хоть пока и недостижима, но однозначно не предана забвению. Ну а для тех, кому мало всех этих аргументов, приведу более доступный для вас пример. Изучение других миров часто приводит к технологическим инновациям. Например, та же робототехника и телекоммуникации. Их развитие напрямую связано с исследованием космоса в целом и экзопланет в частности. Помните об этом и не обесценивайте науку. Также я лично надеюсь, что когда-нибудь мы увидим на одном из этих миров и то, как нужно жить нам самим на своей родной планете. Без идиотских войн, без шовинизма и дурацкой пропаганды, без голода и делёжки территорий. Возможно, где-то там есть мир, который подскажет нам, как жить на своей родной планете в гармонии и уважении, в заботе об окружающей среде. Пока ещё не слишком поздно.